МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный институт общества и первая ступень социализации в Беларуси отметили Международный день семьи. Как знаковое событие прошло в Бобруйске, расскажем через минуту. Это итоги недели, самые яркие информационные акценты минувших 7 дней, от тех, кто видел все своими глазами. В студии Елена Кутозова мы начинаем. Бобруйский трактор снова признан лучшим. Как собирается, куда поставляется и как ему удается громить конкурентов, знает Аванес Степанин. 20 тысяч симпатий за бобручанку. Мария Первий завоевала зрительскую любовь на престижном конкурсе красоты. Ничто не забыто, никто не забыт. В Бобруйском районе прошло перезахоронение останков красноармейца Леонтия Ковалева. Подробности митинга реквима у Марии Бересневич. Библейский наказ со времен Адама и Евы. Плодитесь и размножайтесь. Наш обозреватель Александр Казак разбирался в демографической ситуации. Также в итогах недели. Президентский шоколад и новое производство. Национальная выставка Беларуси в Таджикистане увенчалась успехом. Более ста жертв авиакатастрофы. Боинг 737 потерпел крушение на Кубе. Под знаком семьи в Беларуси прошла вся эта неделя. 15 мая страна отметила Международный день семьи. В Бобруйский праздник совпал с седьмым фестивалем счастья в детях. Участники форума встретились на практической конференции и тематических дискуссионных площадках. Провели беседы с горожанами и напомнили о главных ценностях традиционной семьи. Темой прониклась и Ангелина Декон. Аборты, молодетность и ЭКО. Эти понятия сегодня трактуют как вызовы 21 века. Традиционному понятию семьи. Форум счастья в детях. В этом году начался с выступлений Лидии Ермошиной. Но в новой для председателя ЦИКа по выборам ипостаси. В качестве члена правления Белорусского союза женщин. В своем докладе уроженка Бобруйска обозначила, пожалуй, главный бич современности. Семья – это не только дети и родители. Это еще дедушки и бабушки. Когда оказывается помощь старикам прежде всего. Сколько бы государство не проводило мероприятие, если не будет введена мода на семью, на многодетную семью, на традиционные семейные ценности, мы будем топтаться на месте. На сцене доклада участников. Представители духовенства, Центра поддержки семьи Покрова и руководства города говорили о святости семьи, крепких узах и верности супругов. И обязательном возврате к многодетности. К слову, матерям – самое пристальное внимание как к будущим, так и уже статусным. Мы предоставляем возможность проживания, временного проживания в Центре Покрова. То мы всячески эту поддержку ей оказываем. И достаточно много мам берут эту помощь и сохраняют жизнь своим детям. Инвалид второй группы, без родных и близких. 35-летняя Марина Василенко – одна из тех, кто без помощи не справилась бы. Уроженка Гомельщины живет в приюте Центра «Смарта». Сегодня на ее руках двухмесячная Мария. Длагожданную дочку назвала в честь Богородицы. Мой ребенок – это все. Это единственный ребенок, который появился на свет. Для меня сейчас я без нее не смогу. Очень большое им спасибо, что они меня приняли сюда. Если бы не они, меня бы и ребенка забрали. В Центре готовы принять не только белорусов. Не так давно здесь проживала женщина из Донецка. Как пояснили специалисты, добро не определяется национальностью или вероисповеданием. Просто по звонку люди звонят, что вот у нас такая-то жизненная ситуация сложилась. Если есть у вас возможность, то они бы хотели пожить. И в принципе, если места свободные, то да. Было такое время, что одновременно были заняты две комнаты. Еще были звонки. То есть мы готовы даже на диванах разместить. Здесь нет срока пребывания. Переезд отсюда возможен лишь, когда проблема с жильем и финансами решится. Кроме того, только в прошлом месяце специалисты Центра и родильного дома смогли сохранить жизни 14 малышам. 20 матерей осознанно думали об аборте. Но женщин уговорили отказаться от прерывания беременности. Своим опытом поддержки семьи делились и коллеги из России. Они же резюмировали общее достижение братских государств в разрезе религии. Единство семьи, ну и скажем так, по православному, это является то, что Господь желает видеть от человека, который сохраняет веру, любит отечество, заботится о стариках и работают во славу своей страны. По благословению Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, счастье в детях сопровождался видеопрезентациями и выступлениями священнослужителей Белоруссии и России. Протоиерей Андрей Ткачев в очередной раз напомнил. Семья – главная ценность для каждого. И заменить ее невозможно ничем. Умирание семьи – это умирание всех добродетелей. Ну, чтобы не быть голословным, что мы имеем в виду? Вот представьте, что умерло мужество, умерло трудолюбие, умерло уважение людей друг к другу, умерло сострадание всякое, умерло все святое, появилось все грешное. Вот именно это произойдет и происходит там, где семья затухает, скукоживается, умирает, где мужья бросают жен, где жены изменяют мужья, где дети истребляются в очреве. Завершился форум под введением итогов. Организаторы обещали и дальше пропагандировать ценности, которые почему-то выходят из моды. Присоединились к акции и медике. Флэшмоб «За здоровье и жизнь» стал ярким аккордом в череде мероприятий, посвященных Дню семьи. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Итоги недели. К другим темам. Не в братской могиле, а рядом с родными. Торжественное перезахоронение красноармейца, останки которого обнаружили в Новгородской области, прошло в Бобруйском районе. Леонтий Ковалев долгие годы считался пропавшим без вести. Боец 73-го полка 33-й стрелковой дивизии, уроженец деревни Бибковщина, вернулся на родину спустя 77 лет. В последний путь навсегда оставшегося молодым солдата провожали его племянники, представители райисполкома, военнослужащие и школьники. На церемонии прощания побывала и Мария Бересневич. Останки павшего солдата Леонтия Ковалева обнаружили в августе 2017-го в районе российской деревни Муравьева. Их нашла команда поисковой экспедиции долина Иркутской области. В начале мая россияне передали их местным властям для последующего возвращения на родину и перезахоронения. Мы, конечно, очень благодарны. Я, честно сказать, даже не ожидала, что поисковый отряд, который проводил все эти работы, это дети 13-15 лет. Согласно боевым донесениям, 20-летний военнослужащий 33-й стрелковой дивизии Ковалев был убит в 1941 году и не вынесен с поля боя. Читался без вести пропавшим все эти годы. На самом деле солдат все-таки выжил в своей последней битве, но попал в лагерь военнопленных, где и погиб в 1944. Установить личность защитника Отечества помог лишь сохранившийся медальон. Его, когда нашли, прочитать медальон было невозможно. Там точно было только написано, что Ковалев. Было на Лео, дальше не сохранилось и ВИЧ, отчество, и не было. Но самое главное, чтобы там сохранилось город Бобруйск и деревня Лысогорка. Проститься с Леонтием Миновичем в деревне Барановичи три собрались несколько родственников. Завести семью защитник Отечества так и не успел, поэтому воспоминания и рассказы о доблестном солдате сохранились в сердцах его племянников и племянниц, в их числе и Екатерина Ковалева, которая во время войны была совсем ребенком. Женщина до сих пор перед глазами видит образ дяди, сильный, молодой и отважный. Я всю жизнь помнила и плакала, и помнила. Как вспомнила, всегда плакала. Не жалко было. На 20 годиков, чтобы представить, 20 годков. Кроме родственников и близких, на торжественный митинг Крэквим почтить память павшего солдата, который сражался за жизнь. Пришли местные жители, школьники, администрация Бобруйского района и военные. Мы должны помнить своих земляков, которые волей судьбы оказались далеко от родины, но защищали нашу общую родину, Советский Союз. И эту память мы должны пронести и достучаться до наших детей, чтобы они понимали, что это очень дорого, это очень важно. Леонтья Ковалева похоронили со всеми должными почестями. Минуты молчания, залпами в небо и военным оркестром. Останки красноармейца теперь покоятся рядом с могилами родственников, а не на братской могиле. Так пожелали племянники. К слову, сейчас в книге памяти без вести пропавшими числятся 12 солдат Бобруйского района. Ничто не забыто, никто не забыт. И пусть со дня Великой Победы прошло уже 73 года. Однако, как говорится, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Электронные книжки и жировки, диагностика онкозаболеваний на ранней стадии и сборочное производство в Таджикистане. МТЗ и Бобруйска Громаш реализуют совместный проект. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков страны. На этой неделе в Душанбе прошла национальная выставка Беларуси. Красную ленточку на входе в экспозицию перерезали президенты обеих стран. Александр Лукашенко и Мамали Рахмон продегустировали новый шоколад президента от фабрики Комунарка. Затем главы государств подробно ознакомились со стендами. При этом обсудили конкретные направления и возможные проекты по развитию сотрудничества. Позже Александр Лукашенко и Мамали Рахмон официально открыли сборочное производство отечественной сельхозтехники в Таджикистане. МТЗ и Бобруйская Громаша реализуют проект по выпуску тракторов навесного и прицепного оборудования в городе Гесар. Комплекс включит в себя малый сборочный цех, склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельхозтехники и административно-учебный корпус. В белорусских клиниках появятся специалисты по раннему выявлению рака. Такое решение принято на Евразийской конференции по скринингу онкологических заболеваний, который прошел накануне. Важная тема объединила в белорусской столице врачей и ученых из СНГ Европы и Америки. Всего 26 стран. Эксперты уверены, спасти от онкологии способна только ранняя диагностика. Благодаря скринингу сотен людей ежегодно находят болезнь до того, как она достигла первой стадии, а также выявляют генетическую предрасположенность к заболеваниям. Врачи, которые занимаются ей, будут не только в онкодиспансерах, но скоро появятся и в поликлиниках. А в следующем году в стране стартует новый проект по диагностике рака желудка и легких. В Беларуси могут вести электронные трудовые книжки. Такой возможный сейчас изучает Министерство труда и соцзащиты. Одним из шагов к этому станет регулярное обновление базы данных неработающих граждан. Такая автоматизация призвана упростить многие процессы. Например, можно будет собирать сведения о белорусах, работающих за рубежом. Их будут относить к занятым в экономике на основании уведомлений, которые люди смогут отправлять онлайн. Кроме того, Министерство жилищно-коммунального хозяйства также планирует отказаться от использования бумажных счетов извещений об оплате услуг ЖКХ. Это может произойти уже в текущем году. Для этого необходимо провести работу, чтобы при оплате через интернет-банкинг. Иерит-плательщик видел всю структуру начислений платежа за услуги ЖКХ. Семь номинаций и 12 тысяч голосов потребителей в стране подвели итоги республиканского конкурса «Лучшие товары Беларуси». В престижном состязании поучаствовали сотни лучших отечественных производителей. В число победителей попал и Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. А какой товар помог взять большую высоту и за что премия, знает Аванес Степанян. Тракторы Бобруйского гиганта машиностроения уже давно сравнивают с автоматом Калашникова. Та же надежность, простота и безотказность, которая без преувеличения покорила полмира. Трактора реализуются более 50 стран мира, наши трактора, ну и пользуются достаточным успехом в данном модельном мощностном ряде. Виновник торжества «Беларусь-320.4», который стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Беларуси» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». По миру уже колесят более 20 тысяч таких тружеников. Это универсальная модель, оснащенная надежным трехцилиндровым дизельным двигателем, мощностью 36 лошадиных сил, сбалансированный, экономичный и многофункциональный во всех отношениях. Организаторы конкурса по достоинству оценили модель, как говорится, со всех сторон. Комиссия принимала и сам трактор, и документацию, то есть, как он работает, степень его отказов, быстрота, если что-то, какая-то поломка, то быстрота починки, скажем так, этой техники. И сервисное обслуживание трактора в Республике Беларусь, в Российской Федерации, во всех странах. На заводе ТДИА есть мини-выставка готовой продукции. На ней экспонируются знаменитые во всем мире белорусы. Востребованность в технике настолько велика, что тракторы, так сказать, разлетаются, как горячие пирожки. Сегодня производство не справляется с растущим спросом, а потому заказчики готовы покупать вот такие машинокомплекты, которые сотнями штук отправляются в Россию и на Украину, где уже по лицензии дособираются, докомплектуются и продаются в обычном виде. Модель экспорта ориентированная, но немало их можно увидеть и на улицах нашего города. Компактные размеры позволяют маневрировать между транспортом и работать во дворах, но при этом небольшая масса белоруса не повреждает дороги и тротуары. Данная машина завоевала народную любовь и признание во всем мире за свои качества, такие как простота конструкции, надежность, ремонтопригодность и универсальность. Эта машина может применяться во многих сферах жизни и деятельности людей, будь то как коммунальное хозяйство, строительство или же сельское хозяйство. Машина выпускается на Бобруйском заводе с 2007 года. В процессе эксплуатации диалога с покупателями дорабатывается и совершенствуется. Ведь сегодня на рынке мини-тракторов огромная конкуренция. Взять, к примеру, соседку России, где технику агрессивно продвигают китайские, чешские, американские и местные производители. Но все-таки в рыночной битве достойно и уверенно побеждает наш белорус. Имеет богатую комплектацию, имеет три варианта двигателя. Это китайский, европейский, ломбардинии, и наш отечественный, минского моторного завода. Также имеет широкую гамму вариантов по облицовке, колесам, присыпным устройством. Что делает она настолько универсальной. Для каждого региона предусмотрен свой вариант комплектации. Например, для Юго-Восточной Азии тропическое исполнение – этакий кабриолет. Для Европы вариант с кабиной, пластиковой облицовкой и итальянским мотором. Главное, что его можно агрегатировать абсолютно с любым оборудованием мировых производителей. Он оснащен универсальным трехточечным навесным устройством первой категории. Позволяет вешать оборудование любых производителей мировых, выполненных по данной категории. То есть он унифицирован со всеми производителями навесных орудий. Существует несколько вариантов задней навески, таких как поперечина, тяговый брус, лифтовые устройства. В зависимости от того, под какие цели потребитель берет трактор, существует множество вариантов комплектации. Уборка улиц и международных аэропортов в строительство небоскребов и обработка лесовых полей можно долго перечислять сферы применения этого детища бобруйских машиностроителей. В пустыне и тропиках, в лесах, полях и в городских джунглях он везде делает свою работу на отлично. И ему действительно нет равных. Аванес Степанян, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Ну а мы продолжаем. Далее в итогах. Просрочка и обвесы. В Бобруйске промониторили торговые объекты. О результатах проверки Елена Кутузова. Пособие как стимул для многодетности. Мы идем другим путем. Если можно так выразиться, рыночным. Поможет ли финансовая подушка безопасности вызвать демографический взрыв? Наш обозреватель Александр Казак разбирался в вопросе. На полгода раньше срока Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа. Титул с 20 тысячами симпатий. Понимаю, что да, действительно это я. Бобручанка Мария Первий стала финалисткой конкурса Мисс Беларусь. Полторы тысячи проверок и более 400 нарушений предписаний в Бобруйске прошел масштабный осмотр территорий по санитарному содержанию. Администрации, экологи и специалисты Центра гигиены мониторили рынок и прилегающие территории нескольких предприятий. Секонд-хенд под открытым небом, нескошенная трава, мусор и полная антисанитария. Некоторые городские пейзажи больше напоминали свалки. Все недочеты и нарушения благоустройства члены спецкомиссии, как говорится, взяли на карандаш и в ближайшее время проверят их снова. Пока власти возвращают городу статус высококультурного, специалисты гигиены питания контролируют торговые объекты. С начала года в Бобруйске снято с реализации без малого 7 центнеров продуктов. 400 килограммов провизии было без маркировки, 200 без соответствующих документов и 58 с истекшим сроком годности. Нарушение санусловий допустили частники, сетевики и государственные магазины, а еще объекты общепита. А кто еще пренебрегает правилами? Последняя проверка состоялась в присутствии журналистов. Что из этого вышло? Смотрите далее. Полдень. Мини-рынок на конечной двойке. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в компании журналистов инспектируют объекты торговли. На первой же точке с фруктами и овощами сразу несколько нарушений. Почерневшие бананы, гнилые яблоки, весы с повреждениями. Нет сертификатов качества и безопасности. И самое главное – просроченная санкнижка. До работы до 31 марта 2018 года. Тоже просрочен, значит, медицинскую справку вам нужно полностью проходить. И вы не имеете права осуществлять реализацию большевых пробок. Продавец оправдывается, мол, за прилавок стало всего на два часа. Хозяйка поехала проходить медкомиссию и обещает свернуть торговлю до приезда сменщицы. Что же касается беспорядка и мусора на объекте, сетуют на коммунальников. Ведь площадка действительно в аренде у Букдепа. А вы знаете, вот именно к Букдепу очень большая просьба. Хотя бы мусорку поставили, микрорынок. Мусорки нету. В туалет мы ходим, Мартина, извините за выражение, но это уже… это жизнь. Мы здесь стоим по 12 часов в день. За прилавком напротив специалист тоже замечает продукцию с признаками порчи. Ведь по санитарным нормам такими овощами и фруктами ни в коем случае нельзя торговать. Цена на них, как правило, ниже, но употребление в пищу крайне опасно. Это может быть гниль, это может быть порча, потому что в результате их употребления может привести к пищевым отравлениям, а также к возникновению инфекционных заболеваний. На замечание специалиста у продавца есть ответ – ценник не стоит, значит не продается. И в присутствии камеры на товар объявляется акция. То, что вот она стояла там в карате и здесь лежит, мы просто людям отдаем, потому что здесь много людей без определенного места жительства. Обследование мини-рынка на этом заканчивается. Дальше по плану объекты мелкой розницы. Продавцы таких ларьков часто не соблюдают условия хранения товаров. Соответственно, грешат просрочкой. В этом торговом киоске мы видим, что осуществляется реализация масло-сливочного творога без маркировки предприятия-изготовителя. На маркировке должен быть обязательно указан предприятие-изготовитель, срок годности обязательно и температурные режимы хранения. В этот раз проверка, как говорится, профилактическая. Продавцы получили рекомендации для устранения нарушений и в ближайшем будущем обязаны будут их устранить. Мы выходим повторно, перепроверяем устранение данных нарушений. Если они не выполнены, то мы привлекаем их субъекты хозяйственника к административной ответственности в виде штрафа. Следующий пункт мониторинга – копеечка на Чингарской. Покупатели этого магазина частенько жалуются на просрочку. Одной из жертв стала Тамара Кирилюк. Я купила банку сметаны и пришла домой, открыла, а там вот такая плесень. Я вернулась, конечно, сюда, так это старшая, скажем, грубиянка. Она мне сказала, у вас холодильника нету. Я говорю, нету, я ее держу под ванной, несмотря на что, что у меня все есть. Я, по-моему, не похожа на такую, в которой нет холодильника. Кроме этого, Тамара Сергеевна и куча претензий к магазину. Несоответствие цен, обсчеты и путаница со штрих-кодами. Со слов пенсионерки, покупала суповой набор, обвесили на 150 граммов, а на бананы у копеечки и вовсе три цены. Стояли три цены. Рубль 59, рубль 89 и в итоге мне набили по рубль 99. Сказали, что они подорожали. Но я как покупатель считаю, что такого не должно быть. Пока Тамара Кирилюк делится впечатлениями о магазине, специалист проверяет полки с продуктами. Первым делом – молочку. Провизия на прилавке все же оказалась свежей, но через пару минут в холодильнике с мясом. Находка с грубым нарушением. Как показала проверка специалистов гигиены и эпидемиологии. В этом магазине просрочки нет, но выявлена реализация фасованной мясной продукции с неполной маркировкой, что является грубым нарушением. Оправдаться и получить рекомендации заведующая магазином так и не вышла. А специалист гигиены питания заверила – проверки будут проводиться снова. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. 25 место в рейтинге комфортности – материнство и детство. Ежегодно в Беларуси рождается более 100 тысяч малышей, причем половина из них появляется на свет третьими и последующими. Помощь многодетным семьям – один из приоритетов государственной политики. Парламентарии вновь и вновь вносят правки в трудовой кодекс, увеличивают пособие и разрешают родственникам навещать женщин в роддоме в приватной обстановке. А среди громких новаций не только обязательно декретны для отцов, но и послабление с отпуском. Наш обозреватель Александр Казак проанализировал демографическую ситуацию. Вот его комментарий со специей «На злобу дня». Плодитесь и размножайтесь. Библейский этот завет со времен Адама и Евы призывает нас делать жизнь на земле краше, превращать ее в Эдемский сад. Но, как оказалось, непростая эта задача. То войны нам мешали, то современные вызовы и угрозы препятствуют. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич недавно так и заявила. Сегодня мы обсуждаем современные вызовы, анализируем причины, которые привели к снижению рождаемости. И, исходя из этого, будет нарабатываться пакет мер, чтобы стимулировать рождаемость. Наша задача, чтобы в семьях было не менее трех детей. Появляется осторожный вопрос. Не предпримут ли к ним китайские меры с точностью до наоборот, когда в Поднебесной главенствовал лозунг «Одна семья – один ребенок». А в принятом в 1979 году законе разъяснялось, наличие одного ребенка – это норма, наличие двух – штраф, а трех – уже преступление. Слава Богу, в 2016 году был издан новый закон, по которому китайская супружеская пара может сегодня иметь до двух детей. Однако в нашей стране репрессивный путь неприемлем, поэтому мы идем другим путем, если можно так выразиться – рыночным. По словам того же министра, в 2011 году в Беларуси вдвое увеличилось пособие в связи с рождением ребенка, и сегодня на первого выплачивается 10 бюджетов прожиточного минима, на второго и последующих детей – 14 БПМ. В 2013 году пересмотрены размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка пособие составляет 35%, на второго и последующих – 40% от средней заработной платы. Вводятся в практику и другие рычаги воздействия социально-ориентированного государства. Например, замглавы Минтруда Валерий Ковальков сообщил, что чиновники хотят разрешить отцам и отчимам двоих и более детей младше 14 лет брать отпуск летом, независимо от того, хочет ли того наниматель. Пока такой возможностью обладают только женщины. Предполагается, что закрепленное законом право отцов идти в отпуск летом сделает их более защищенными и поможет проводить время со своими детьми на каникулах. Ведь наниматель будет обязан отпустить работника в отпуск. Прибавляется мер и морального стимулирования. Недавно главный специалист отдела главного управления Организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Юлия Савочкина рассказала о вводящихся посещениях рожавших женщин родными не только в вестибюлях роддомов, но и непосредственно в палатах. При этом будет обеспечена приватная обстановка без помех для других женщин и нарушений в режиме работы роддома не будет. Словом, почетная мужская профессия родину защищать все больше делится своей славой с не менее уважаемой женской населять родину ее сыновьями и дочерями. Сколько жертв крушения Боинга на Кубе? Когда решится конфликт в секторе газа? И почему Владимир Путин сел за руль КамАЗа? Далее обзор самых заметных мировых новостей. В секторе газа конфликт с каждым днем набирает обороты. После экстренного заседания Совбеза ООН Лига Арабских Государств инициирует независимое расследование. Мировое сообщество ищет виновных, пока США и Израиль обвиняют в движении ХАМАЗ. В Лиге считают, что события в секторе требуют разбирательств на международном уровне. И этим может заняться Совет по правам человека. Но уже по результатам расследования в Лиге Арабских Государств примут совместное заявление. Ситуация в Газе, напомню, обострилась после переноса посольства США в Иерусалим. В столкновении погибли более 60 человек. На Кубе разбился Боинг 737. Погибли 107 человек, в том числе 5 детей и 9 членов экипажа. Однако спасателям удалось найти и трех выживших. Сейчас они в критическом состоянии находятся в больнице. Воздушное судно потерпело крушение вечером в пятницу, едва вылетев из аэропорта Гаванны. Лайнер упал на сельхозугодие возле одного из терминалов. Пока причины произошедшего неизвестны. А тем временем в стране объявлен трехдневный национальный траур. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование председателю госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диасу Канелю. Белорусский лидер также выразил искреннее соболезнование, передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 10 тысяч человек, 27 месяцев работы и почти 4 миллиарда долларов свершилось. 15 мая президент России в торжественной обстановке открыл движение по автодорожной части Крымского моста, который жители полуострова ждали больше века. Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну строительной техники. Дорога от Тамани до Керчи заняла у него всего 16 минут. А уже на следующий день повторить путь президента смогли все желающие. Утром 16 мая было открыто движение для легковых машин и автобусов через Керченский пролив. Однако грузовой транспорт сможет проехать по нему лишь осенью этого года. Только за первый час по мосту проехали более тысячи автомобилей. К слову, он стал одним из крупнейшим в Европе. Его протяженность 19 километров, а пропускная способность составит до 40 тысяч машин. Самая красивая из более чем 5 миллионов женщин. Победительницей конкурса «Мисс Беларусь-2018» стала минчанка Мария Василевич. Помимо титула первой красавицы Беларуси, девушка получила крупный денежный приз и внедорожник Джили Атлас. На корону из белого золота, фианитов и топазов претендовали 7 сотен белорусских красоток. И только 30 девушек вышли в финал. Кстати, в этом году конкурс был особенным. Хореографические постановки были посвящены теме четырех стихий. Участницы дефилировали в вечерних платьях, купальниках, деловых нарядах и национальных костюмах. В числе финалисток оказалась и Мария Первий. Именно Бобручанка стала любимицей публики. А что произошло за 15 минут до оглашения имени победительницы? И какие эмоции испытала мисс зрительских симпатий? Подробности в эксклюзивном интервью для итогов недели. 21-летняя Мария Первий завоевала зрительскую любовь на престижном конкурсе «Мисс Беларусь-2018». Бобручанка покорила сердца 20 тысяч ценителей красоты, которые отдали свои голоса за номер 28. Даже спустя две недели модель переполняет эмоции. Такого хода событий она не ожидала. Скорее видела себя в номинации «Мисс Дружба». Ведь за три недели подготовки к финалу обрела много подруг. Когда я слышу свое имя, я думала, что я просто проверю свой номерок краем глаза. Может, как бы это не я, может, я другой номер. Назвали «Мария Первий», и я понимала, что да, действительно, это я. И буквально в эту же секунду я поняла, что очень хорошо, что я из маленького города. У нас очень сплоченные люди, и когда бобручанка или бобручане куда-то вот так вот выбивается, все люди просто сплочаются и сплоченным коллективом начинают поддерживать. Достойна «Мария» почетного звания и благодаря интеллектуальному конкурсу. Сдержанность и минимум волнения при ответе на вопрос Екатерины Литвиновой «Мисс Беларусь-2006» поистине заслуживают награды и похвалы. Если бы вы могли путешествовать во времени и стать свидетельницей любого исторического события, какое событие вы бы выбрали и почему? Наверное, я бы хотела остаться в настоящем времени, потому что именно здесь и сейчас происходит интересный период в истории. Главное, я думаю, это оставаться счастливым именно сейчас. Корона из белого золота, фианитов и топазов досталась 20-летней минчанке Марии Василевич, подруге Марии Первий. За главное драгоценное украшение в финале, напомню, боролись 30 конкурсантов со всей страны. Всего же в кастингах поучаствовали семь сотен красавиц. Условия конкурса весьма консервативные. Без штампов паспорта, детей, пирсинга и татуировок. Рост не ниже 174 сантиметров и возраст до 24. Перед выходом на вечерних платьях я говорю, Маша, если я получу корону, я отдам ее тебе. И вот буквально через 15 минут я слышу Мария Василевич, новая «Мисс Беларусь». Я была очень рада, я рада была больше, чем за себя. Мне казалось, что я расплачусь. В жизни Маши показы и конкурсы красоты не новинка. В 2016-м она стала первой вице-мисс в Абруське. Девушка уверена, каждая должна иметь нравственные рамки, которые не переступят никогда. В модельной карьере бывали и случаи, когда приходилось отказаться от демонстрации слишком откровенных и вызывающих коллекций. Поэтому дефиле в купальниках для красавицы стало настоящим испытанием. Мария Перви работает администратором в фитнес-клубе и индивидуальным предпринимателем в сфере проката автомобилей. Учится с девушкой на экономистом в Горицкой сельскохозяйственной академии. Мечтает стать телеведущей. Пройдет парня из армии, но из-за титула и контракта, который вводит ограничения, со свадьбой паре придется немного повременить. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими минувшие 7 дней увидели корреспонденты телеканала «Бобруйск-360». Это были итоги недели. Я, Елена Кутузова, прощаюсь с вами. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 7 вечером, чтобы поговорить о самом главном. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова